Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать всех присутствующих в зале участников и аудитории, которые смотрят нас в режиме онлайн на пресс-конференции об особенностях весны и лета 2022 года. Напомню, уважаемым коллегам, что мы ждем также ваш вопрос в режиме онлайн на локса 8,927-37-9110. Я их постараюсь задать нашим гостям. Хочу их представить. Это заведующий кафедрой метеорологии, глиматологии и экологии атмосферы Казанского Федерального Уферного 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 Уфер Итак, мы начинаем. Юрий Петрович, пожалуйста. Спасибо. Микрофон. Совсем недавно произошло знаменательное событие, 23 марта всего года. Это Международный Метеорологический день. И в тот же день гидрометерослужба, работник гидрометерослужбы Российской Федерации тоже празднует свой профессиональный праздник. Ну и в этот день началась астрономическая весна, что для нас, наверное, даже более важно. Почему? Потому что Солнце наконец-то из южного полушария пришло в северное полушарие. И мы можем уже говорить о том, что начинается весна и будем ожидать уже прихода лета. Но метеорологическая весна, она у нас начинается, может, раньше астрономической, может, позднее. Похоже, в этом году она чуть будет позднее. Потому что метеорологическая весна начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха переходит устойчиво через нулевую отметку. То есть становится положительной. У нас был такой эпизод. В марте не так давно, когда стояла антисклональная погода, у нас были положительные среднесуточные температуры. Но вот сейчас возврат холодов. В марте это бывает, потому что сменилось циркуляции. Если у нас господствовал антисклон, и было много солнца, и было безоблачно, то сейчас серия циклонов, они идут к нам либо с северо-запад, то есть с Атлантики, либо со Средиземного моря в ближайшее время должны идти. И поэтому погода стала очень неустойчивой. Неустойчивая, постоянные порывы ветра, снежные заряды, ходят темные облака, кучевые облака на небе. И сама температура испытывает колебания, давление испытывает колебания. То есть, ну, как вот характер неустойчивой погоды. Ну, и, собственно говоря, обижаться-то ведь не нужно, потому что март – это, по сути дела, еще зимний месяц. Средняя месячная температура в марте порядка минус 5 градусов – это переходный такой месяц. И если брать многолетние наблюдения, то у нас в Казани устойчивый переход через нулевую отметку в пользу весны происходит с 31 марта по 2 апреля. А снежный покров должен растаять, так, где-то 9-12 апреля уже, это по многолетним наблюдениям. Но на самом деле весна может быть и ранней дружной, и ранней затяжной, и поздней дружной, и поздней затяжной. То есть разные, собственно говоря, есть варианты. Ну, посмотрим сейчас, какие мы данные располагаем. Ну, во-первых, вот то, с чего мы начали, это с того, что Всемирная метеорологическая организация, которая включает в себя около 200 государств, она вот отмечает вот этот 23 марта как свой, так сказать, метеорологический день, и он обязательно должен проходить под определенным девизом. И вот здесь девиз представлен. Он так или иначе, этот девиз сводится к тому, что нужно заранее и нанежно прогнозировать погодные явления, особенно те погодные явления, которые являются неблагоприятными, которые приносят большой материальный, людской ущерб и так далее. Поэтому сейчас очень много метеорологии уделяется вниманием изучению рисков. Ну, риск – это что такое риск? Риск – это, по сути дела, произведение. Опасность, вероятность опасного явления, помноженное на уязвимость того или иного объекта. Уязвимость там учитывает и площадь, и количество людей проживающих, и материальный доход этой, так сказать, и, главное, здесь коэффициент агрессивности, потому что метеорологические явления, они обладают различным коэффициентом агрессивности. Вот, например, смерч, который бывает у нас в летний период, и есть фотография этого смерча, кстати говоря. Это же скорость в нем, вращение, 100 метров в секунду. Он перемещается с такой скоростью и, безусловно, наносит большие разрушения. Гроза в летний период тоже не был приятный. И, конечно, засухи для сельских хозяйств, ну и так далее. А для весны это наводнение и прочее. То есть вот можно перечислять сильный шквалистый ветер, допустим, можно перечислять все эти небылоприятные явления, и нужны, конечно, риски. Поэтому в этом году вот эта Всемирная Метеорологическая Организация главное внимание уделяет вот этим самым неплодоприятным явлениям их прогнозу и как избежать этого большого материального и людского ущерба. Потому что, ну вот обратите внимание, что ежегодно, столбик наверху, ежегодно все-таки количество психийных бедствий возрастает. И к чему это приводит? Ну, приводит понятно, что, в первую очередь, к большому материальному ущербу, который измеряется, это, в первую очередь, хороший объективный показатель дают банки на этот счет. Вот у меня здесь, по-моему, этого нет, а мы в предыдущий раз как-то показывали, как именно страховые компании оценивают ущерб по годам. Он, конечно же, растет, так же, как вот эти столбики. Но что очень важно, если раньше Всемирная Метеорологическая Организация отмечала, что примерно в год погибает, по-моему, 1150 от неблагоприятных погодных явлений, то сейчас, благодаря вот этим прогнозам, все-таки этот процесс стал идти в сторону уменьшения. Стихийный бедствий становится больше, а вот количество жертв человеческих становится все-таки поменьше. Это вот нижний график показывает. Хотя, если говорить чуть-чуть откровенно, вот этот ковид, он, конечно же, больше наносит ущерб и нанес ущерб гораздо больше, чем все вот эти метеорологические факторы. Но ковид, надеемся, не вечный все-таки, а метеорологический. Атмосфера останется с нами навсегда. Вот мы даем краткую климатическую оценку, потому что без этого нельзя. Именно и погода, климат, они увязаны между собой. Ну вот, наша графика показывает, что независимо от сезона, температура все-таки растет. Планета теплее, становится более теплой. Кстати говоря, у нас то же самое здесь, в регионе. Если зимняя температура имеет тренд примерно повышения скорости 1 градус за 10 лет. То есть, если будет такая скорость, то к концу столетия мы получим зиму на 10 градусов теплее почти. А если лето брать, ну летом поменьше, примерно полградуса за 10 лет, то есть на 5 градусов. Это в том случае, если вот этот темп сохранится. Но это не всегда так. Всегда есть какие-то колебания. И сейчас, хотя очень много говорится об антропогенном факторе, а надо пожить. Пожить и действительно увидеть, что же будет дальше, в конце концов. Так, ну дальше посмотрим. А дальше, вот видите, вот здесь территория России. Вот и показаны действительно красный цвет, это везде прибавление температуры. То есть теплообеспеченность растет. Теплообеспеченность. Почему это важно для сельскохозяйства в особенности? Зимой это тоже неплохо для того, что при зимовке летом, тем более для культур. Но так дальше, ну в общем, осадки имеют роль. Но здесь вот просто мы показываем, год на год это не приходится. Тенденции-то верны. Они идут к потеплению, но отдельный зим, то он мог быть холодным. Вот предыдущий зим, они оказались холодными, в том числе на нашей территории. Так, дальше бежим. Ну вот здесь у нас осадки. Вот это очень важный момент относительно осадков. Вот хорошо, что осадки все-таки растут. Немножко растут, потому что раз теплообеспеченность возрастает, осадки возрастают. Ну это, безусловно, полезная, так сказать, деталь для, в первую очередь, для природы, для сельского хозяйства. Но о природе здесь Эльгизар Ильясович будет говорить. Так, ну дальше идем. Дальше Тимур Инатович, вот конкретный фактор по нашему региону. Но в закат зимы, позвольте кратко характеризовать, какой же выдалась эта зима, какие были плюсы, минусы, какие особенности этого года все-таки выдались. А в данном случае мы видим, что мы видим распределение температуры, ход температуры. И сколько бы коммунальщики не говорили, оправдывая тарифы, что зима была какая-то, по их мнению, особенная, она была особенно теплой. В целом зима оказалась теплее нормы на 2,5 градуса. И, конечно же, выбивается сильно, чрезвычайно теплый февраль. Февраль, по сути дела, был такой единой волной тепла. Весь месяц оказался теплее климатической нормы, ни одного дня не было, который бы выбивался в сторону отрицательной относительно нормы. И сложно подобрать аналогию, чтобы характеризовать тот город, для которого эта температура является нормой. И такой аналогией является Ростов-на-Дону, который находится на 10 градусов южнее Казани. И вот в этом году мы пережили февраль, характерный больше для этого месяца. Если декабрь и январь были близки к климатической норме, февраль, как я уже сказал, выбился в сторону положительную, был чрезвычайно теплым, то март уже можно констатировать, что выдался с аномалией отрицательной. То есть был холоднее нормы примерно на 1,5 градуса. В то же время зима не отличалась, не наблюдалось этой зимой суровых морозов. Минимальная температура составила всего лишь минус 23,6 градуса. В то время как и чрезвычайно теплых периодов также не было. Самый теплый день имел температуру 2,5 градуса. Говоря о ходе за всю зиму, обратите внимание, что лишь три раза у нас наблюдались волны холода, когда температуры уходили в сторону отрицательную относительно климатической нормы. И в настоящее время наблюдается тенденция минимизации дней, когда температура понижается ниже отметки в минус 20 градусов. И скоро мы уже, наверное, забудем, что такое такая суровая российская зима. Так, например, в прошлом году ни разу температура не понизилась ниже минус 20 градусов среднесуточной температуры. В этом году таких случаев было всего три. И, как вот видно на графике, тенденция такова, что она направлена в сторону уменьшения. Говоря про атмосферные осадки, также важно отметить, что у нас богатыми на осадки оказались январь и февраль, когда норма была превышена, в первом случае на 30%, во втором случае было практически две месячные нормы. Март отыгрался, попытался отыграться, и март однозначно войдет в историю как один из самых засушливых месяцев за всю историю метеонаблюдений. Но за то время, пока есть архивы, он попадает как минимум в топ-3 месяцев с самым маленьким количеством осадков. Притом, говоря о этом месяце как о засушливом, важно отметить, что он оказался сухим не только по количеству осадков, но и по относительной влажности, которая в этом месяце также чрезвычайно низка, она оставляет около 60%, при многолетней месячной норме в 75%. В то же время в среднем сумма по осадкам перевыполнена, и в настоящее время за период накопления осадков, а осадок и снег начал накапливаться у нас с 11 ноября, осадков оказалось больше на 25% относительно месячной нормы. Важно отметить, что у нас практически весь март был без осадков, то есть мы с 28 числа до 13 марта не было ни одного миллиметра осадков, далее с 15 числа и примерно до последних дней тоже осадки были несущественные, но они не дали такую сумму, которая могла бы хоть как-то сформировать месячную норму. И за этот месяц выпало всего около 7 миллиметров осадков. Говоря о высоте снежного покрова, важно отметить, что в этом году высота снежного покрова достигла высоты в 71 сантиметр, что выше климатической нормы. Обычно в климатической норме максимальная высота снежного покрова достигается в первых числах марта, в этом году она была достигнута в феврале, и потом монотонно пошел процесс стаивания снежного покрова, И в настоящее время на метеоплощадках фиксируется высота снежных покровов в 44 см, что выше климатической нормы примерно на 10 см. Если анализировать благоприятность этой зимы, то важно отметить, что за такое обилие осадков нужно как-то платить, платить комфортностью. И так в данном случае у нас на слайде представлено, как же колебалось давление. И мы видим, что если в марте у нас в пределах нормы количество резких перепадов давления, которые ощущают на себе метеозависимые люди, а метеозависимые люди ощущают на себе перепад давления, превышающий 8 гегатпаскаль за сутки, то у нас выбивается в сторону большого количества таких перепадов декабрь. И декабрь действительно устроил нам такую барическую атаку, когда у нас было 13 случаев резких перепадов давления. Напомню, что в месяце 30 дней, поэтому в среднем раз в два дня мы ощущали на себе такие негативные проявления. Вкратце все. Далее прогноз на ближайшее время. Ежегодно Гидрометцентр Российской Федерации под руководством Романа Мендельевича Вильфунта составляет долгосрочный прогноз погоды на векционный период. Векционный период – это тот период, считается, когда либо по-разному, либо через 5 градусов устойчиво переходит температура, либо через 10 градусов со знаком плюс, естественно. И поэтому здесь очень важно видеть, как же будет развиваться наше сельское хозяйство, и насколько будет комфортный отдых населения и так далее. Но эти прогнозы долгосрочные все-таки оправдываются на 60-67%, в отличие от краткосрочных, которые оправдываются практически на 95-97% до 3-5 суток. Вот поэтому, тем не менее, лучшего ничего не придумано. И наши прогнозы Гидрометцентра Российской Федерации считаются одним из лучших в мире. И вот мы можем их проиллюстрировать. Это их заслуга ни в коем случае не наша, мы просто эксперты. Итак, в апреле месяце в нашем регионе ожидается все-таки повышение температуры, выше норм примерно на 1-1,5 градуса. То есть, как бы апрель месяц ожидается теплым. И вот восточные районы Торстана, они могут не добирать осадков. Вот что неприятно, у нас март был таким достаточно сухим месяцем, и вот здесь апрель оправдается прогноз, то это тоже не очень-то хорошо. Хотя, слава богу, вот сейчас мы дальше посмотрим, процесс идет такой циклонического плана. А циклоны, они всегда дают осадки, в отличие от антициклонов. Ну, что касается мая месяца, то мая месяца в нашем регионе в пределах нормы и по температуре, по осадкам. Ну, что значит в пределах нормы? Мая месяца означает, что температура будет порядка, она бывает порядка 13,5 градусов, а осадков может выпасть, ну, где-то там 40-45 миллиметров. То есть, здесь вот климатическая норма, как бы получается. Достаточно, вот мы видим, что в основном севера досталось. Так, июль, июнь месяц. Июнь месяц тоже, вот наш регион, подчеркиваю, наш регион, он остается тоже в пределах климатической нормы. Ну, в июне обычно температура бывает несколько выше 17 градусов, среднемесячная осадка выпадает значительно больше, из-за того, что ливневые уже могут быть выпадать осадки, порядка 60-68 миллиметров. Вот, июль месяц, вот июль месяц, нехорошо, они дают нам в нашем регионе как раз именно холодным, ниже климатической нормы. А климатическая норма сейчас у нас 20 с небольшим градусом. Хотя, вот смотрите, 20 градусов, я напомню, 2010 год, это не так уже давно было, 19 лет тому назад, температура была в июле 26,5 градусов, что на 6 градусов с половиной выше климатической нормы. Вот посмотрим, июль дают холодным, поживем, увидим, и насколько оправдывается вот этот прогноз. А вот Сибирь, вот, дашь, минуточку, вот Сибирь плохо, Сибирь опять дают жаркой, а там все время пожары идут как раз в том регионе. Так, дальше идем. Вот, что касается, это у нас уже сентябрь, агуст, но август тоже в пределах нормы, это означает температура будет порядка 17 градусов, она примерно такая же, как в июне, осадков порядка 60 миллиметров. Ну, и, наконец, сентябрь, сентябрь дают нам жарким. Вот все выше климатической нормы, и даже севернее нас будет недоборка об осадках. Ну, в целом, для сентября-то это неплохо, для сельскохозяйственных работ он будет, если он будет и теплым, и достаточно сухим. То есть, сейчас, минуточку, в сентябре температура, это порядка среднем многолетние, порядка 11 градусов со знаком плюс, но осадка уже поменьше, обычно 50 миллиметров. Видите, здесь получается как бы теплый. Так, дальше. А дальше вот то, что сейчас мы наблюдаем. Вот погода сейчас, безусловно, неустойчивая, то снег идет, то снежные, так сказать, заряды, и в то же время и оттепель, и, так сказать, каша под ногами, вода под ногами и так далее. Чем же это обусловлено? Обусловлено это тем, что у нас все-таки переходит, мы переходим на западно-восточный перенос с Атлантики. Вот, если Атлантика зимой значительно теплее, то где-то она, откровенно говоря, несет охлаждающий эффект. Ну, вот мы видим, что здесь, где Казань располагается, она близка к климатической норме. Вот этот прогноз на декаду. То есть, почему для нас это важно, вот этот момент? То есть, мы не видим, откровенно говоря, такой, ну, интенсивной, дружной весны. Ну, близка к климатической норме. Если близка к климатической норме, то и получится где-то числа 12-13 снежный покров, может, под них сойдет. Вот дальше посмотрим. Ну, вот погода сейчас обусловлена как раз огромным циклоном, и мы находимся на южней периферии. И вот там проходят красы, синие атмосферные фронты. Вот они как раз и создают очень большую неустойчивость. То ветер шквалистый будет, то, значит, снежный заряд. И осадки могут быть смешаны в жидком виде, как угодно. Все зависит от температуры. Правда, сегодня самый такой холодный день, и ночные температуры уже переходят. Они отрицательные. Вот с 1 апреля уже будет весенняя уже температура, и она перейдет через нулевую отметку с 1 апреля. Но это в ближайшее время, что опять, видите, в ближайшее время опять через наш регион проходит циклон, но на сей раз он приходит уже со Средиземного моря и приносит нам обильные осадки. Вот, и фронты здесь проходят. То есть тот самый недобор осадков, который был в марте, вот он немножко начинает исполняться. Ну, это то, что в ближайшее время. В ближайшее время, вот вы видите, прекрасно, значит, это прогноз Гидрометцентра Российской Федерации, это не наш прогноз, естественно. Мы не претендуем на его авторство. Но вот мы видим, что все-таки характер погоды все равно неустойчив, потому что вот сейчас похолодание, потом будет потепление, затем снова ожидается понижение температуры. То есть вот такой стабильности нет, не видно. Ну, и вот там, где синие, на верхнем рисунке, это, конечно же, осадки. Осадки, вот там идет такая диаграмма столбика, количество осадков, которые выпадают. Ну, и вот все-таки нас ждет такая, будем говорить, на ближайшие дни. Циклонический характер погоды. Тут ничего куда не денется. Даже солнце не показывает. Вот видите, там все время показаны только дожди. Соответственно, облака дожди, и солнце нам не показывают практически. Таким образом, мы можем говорить пока согласно, если подводить итог, то вот согласно, будем говорить всем этим прогностическим оценкам, ну, что можно ожидать? Ну, лето в пределах в основном нормы, вот климатические нормы выбиваются июль и, соответственно, сентябрь. Не сентябрь, это не беда. А вот то, что июль, ну, это тоже, к счастью, прогноз. Долгосторожный прогноз, они корректируются постоянно. А вот сейчас характер погоды, мы тоже с ним ознакомились. Вот такая особенность. То есть, ранняя дружная весна в этом году у нас не получилась. Нет, позвольте, маленький момент. Я обращаю внимание, единственное, что со среды на четверг, то есть, по сути дела, сегодня на завтра, ожидается достаточно резкое повышение давления, что может сказаться на метеозависимых людях. И кроме того, как некоторая компенсация того, что Юрий Петрович сказал, что июль будет, возможно будет иметь отрицательную аномалию по температуре, то есть, быть прохладным. Важно отметить, что мы компенсацию от этого уже получили. Дело в том, что эта зима оказалась короче обычной. Обычная зима у нас, если зиму определять как количество дней со среднесуточной температуры ниже нуля, то с учетом прогнозов у нас в этом году зима будет, имеет продолжительность 122 дня при климатической норме в 135 дней. Спасибо. Заключение очень коротко. Вегетационный период у нас длится в республике порядка 150 дней. Сумма эффективных температур 2,5 тысячи. То есть, позволяет все-таки нам заниматься сельским хозяйством достаточно успешно. И последний момент хотелось бы отметить. Вот переходы через температуру среднесуточной через 5-10 градусов, которые важны как раз для сельского хозяйства, они стали раньше весной наблюдаться, а осень позже. То есть, у нас вегетационный период и теплообеспеченность увеличиваются. Но, подчеркиваю, это тренды. То есть, это все-таки ряды, длинные ряды. Год на год не приходится. Ну, спасибо. Спасибо большое. Израиль, пожалуйста. Спасибо. Я хочу сказать, что те явления, которые мы с вами наблюдаем сейчас, связаны с климатом. Мои коллеги, они вам хорошо охарактеризовали. Дело в том, что природа, естественно, если брать во внимание живые организмы, растения, животные, в первую очередь, несомненно, тоже испытывает определенное влияние. Не определенное, а конкретное влияние. Потому что мы-то можем достать свои теплые куртки, можем свои сапоги или зонты, а у животных выбора нет, хотят они или не хотят, они живут в этих условиях, и поэтому они адаптируются к тому, что есть. Так вот, с учетом того, что происходят определенные колебания, но в целом тренд тех событий, которые климатически в первую очередь связаны со среднесуточной и с осадками, они, скажем так, сохраняют свою определенную, так сказать, среднесуточную норму. Поэтому, естественно, все фенологические события, которые происходят в жизни растений и животных, они идут своим чередом. Что это значит? Вы знаете, что мы с вами относимся территориально к территории, где мы испытываем заметные переходы, сезонные изменения. То есть сезонные изменения, связанные, лето – это лето для нас, соответственно, зима – это зима. И переходные периоды – весна и осень и так далее. Вот такая вот заметная сезонность, естественно, она на протяжении миллионов лет, она выработала определенный механизм адаптации у животных и у растений, которые, соответственно, в соответствии с теми условиями, которые климатические условия предоставляют, скажем так, вырабатывают свой определенный ритм жизни. И поэтому мы прекрасно знаем, что как только наступает весна, у многих животных наступает период их активности, одни просыпаются, те, кто находились спящие, оживают беспозвоночные, предположим, мы у растений видим какие-то события. И вот ход этих фенологических событий, он отражает, скажем так, тот последовательный, так сказать, период начала вегетации, начала жизни, скажем так, на той или иной территории. Если мы посмотрим на те события, которые происходили в этом году у нас в республике, мы уже сегодня слышали о том, что действительно долгое время, во всяком случае, ко мне обращались вот и коллеги, и ваши, значит, коллеги с вопросами, когда же, наконец, придет весна, когда же, наконец, мы услышим, так сказать, пение птиц и так далее. Я, естественно, сказал, что в своих интервью я давал интервью многим из вас, и, соответственно, говорил, действительно весна придет, и она действительно пришла. Дело в том, что для птиц, для того, чтобы они, например, я на примере птиц, потому что это наиболее такой яркий пример, когда мы видим своими глазами, например, жизнь других групп животных, в частности, млекопитающих, мышевидные, они или очень скрытные, или мы их просто-напросто не замечаем. А птицы, вот они на наших глазах, особенно в условиях города. Ну, например, для нас было очень важно, насколько будет поддерживаться вот этот определенный ритм прилета определенных волн птиц. Скажем так, весь прилет, который у нас продолжается на протяжении почти двух месяцев, начиная вот с конца февраля, февраль, март, апрель и даже на май, есть еще несколько видов, которые прилетают в май, мы их разделяем как бы на три волны, три основные волны, которые мы четко можем разграничить и внимательно смотрим, как у нас в этом году. Так вот, в этом году, я еще раз подчеркиваю, я уже давал по этому поводу интервью и комментарии, все пришло в свое время. То есть, в конце февраля мы с вами встретили в наших городах грачей, которые, собственно, и должны были по всем фенологическим, так сказать, параметрам прилететь в нашу республику первыми. То, что они прилетели и не стали гнездиться сразу, то есть, дело в том, что это птицы колониальные, вам хорошо известны, грачиные колонии, после того, как они подлетают, они начинают при хорошей теплой весне, при активной весне, они начинают сразу ремонтировать свои гнезда, с тем, чтобы начать к откладке яиц и к насиживанию, потому что вот этот период подготовки гнезда, значит, откладки яиц, это ведь не делается одним днем, вы прекрасно понимаете, да, в кладке там 5-6 яиц, предположим, того же самого грача, поэтому требуется определенное время, затем идет насиживание, это тоже несколько недель, и поэтому есть определенный временной период, в течение которого эта птица должна успеть выполнить вот эти, так сказать, необходимые процессы, связанные с воспроизводством. Так вот, в этом году грачи прилетели, однако их активность на гнезда была крайне низкая, я об этом тоже рассказывал, и даже кадры были соответствующие на некоторых программах, не только я, и в других регионах комментарии были. То есть, грачи в данном случае нам уже подсказали, по сути дела, что по всей видимости будут какие-то изменения климатического, ну, климатического плана в данном случае, температурные какие-то перепады, что, собственно, подтвердили мои коллеги, и они этот процесс как бы притормозили. То есть, мы не видели активного строительства на гнездах, грачи просто-напросто как вороны, как галки, просто рассредоточились по территории города Казани и занимались просто-напросто поиском доступных кормов, всем, чтобы хотя бы пережить этот период. Далее, вот предыдущие, так сказать, недели у нас были очень теплые. Мы с вами практически все, по сути, уже почувствовали, дыхание, не то что дыхание, а приход весны полным годом. Более того, коллеги, я увидел цветущую мать и мачеху. То есть, вот целая, так сказать, небольшая микропопуляция этого вида растений, а вы знаете, мать и мачеха легко узнаваемы, желтые, вот такие цветочки, напоминающие одуванчики, почему-то их иногда незнающие люди называют одуванчиками. Нет, это мать и мачеха. Вот, мне трудно посмотреть на листочки потом возникающие, почему и назвали. Листья с двух сторон совершенно, так сказать, разные. С одной стороны гладенькая, шершавенькая, а с другой шершавая. Как мать и мачеха, отсюда и название. Так вот, мать и мачеха зацвела. На прошлой неделе мы реально видели, наблюдали за цветением этого растения. То есть, по всем кинологическим показателям, это растение зацвело в свое время. Далее, вот посмотрите, что мы наблюдаем. Сейчас мы, в принципе, уже должны видеть сидящих на кладках грачей. Потому что птицы садятся на насиживание для того, чтобы успеть вовремя к маю, к середине мая, извините, к концу апреля, чтобы птенцы уже вылетели, а их еще надо в течение нескольких месяцев готовить к перелету. То есть, чтобы все процессы шли своим чередом. Так вот, вчера я выезжал в район по служебным делам, и мне пришлось, так сказать, наблюдать вот такую картину. Мы были в нескольких районах, вот я проезжал, Керечинский район, Рыбнослободский район, то есть, ближайшие к Казани. Так вот, грачи огромными стаями до сих пор не сидят на своих колониях. Вот это меня, в общем-то, просто удивило, потому что это происходит, мы наблюдаем, сдвиг. Сдвиг в сторону более позднего гнездования, ну, соответственно, без птенцов они не останутся, но, тем не менее, это факт необычный. Что касается города Казани, в городе Казани наши грачи на гнезда уже практически сели. Потому что, ну, во-первых, вы знаете, в условиях города всегда бывает немножко мягче, вот, и в этом плане они, это, так сказать, вот эти условия используют в своих, так сказать, нужных. И вот, например, мы наблюдали такие вот уже активные строительства гнезд, и первые, так сказать, их хлопоты около гнезда, вот, в частности, в авиастроительном районе там есть несколько колоний, очень заметных, прямо вот на проезжей части, там, в районе улицы Максимова, Айдарова и так далее. Если кому-то интересно, вы можете поехать, посмотреть и убедиться в этом. Так, что касаемо других птиц. Ну, в частности, вот вчера был замечательный сюжет по хищным птицам, как раз наш заповедник, национальный парк Вернина, значит, Бекмансуров, мой коллега, представлял данные, у него идет видеосъемка постоянно на гнездо и у орлов, орлы, орланы и так далее. И как раз он показывал, как пара как раз орлов уже занимается строительством гнезда и так далее. Познавато, честно скажу, познавато, потому что для этих крупных птиц, у которых насиживание длится только как минимум месяц. То есть, в принципе, вот повторяю еще раз, мы наблюдаем такое совершенно необычное, не продвижение, а смещение сроков, скажем так, воспроизводства у многих птиц в связи вот с этими небольшими изменениями. Ну и вот вчера тоже с моего окна, с пятого этажа, очень хорошо виден парк, значит, в авиостроительном районе. И, как по заказу, каждый год я наблюдаю за каким-нибудь гнездом отдельной гнездящейся парой вороны. Они колониями нельзя, с отдельной парой. Так вот, судя по тому, что самка, самка, скорее всего, сидит на гнезде, причем запорошенная, понятно, запорошенная, она периодически встает, встряхивает себя, вот идущий сверху снег и так далее. Значит, я сразу могу сделать предположение, первое яйцо наверняка уже отложено. У этих птиц одиночных выбора нет. Когда гнездовья колониальные, скажем так, они друг на друга рассчитывают, им быстро, легко, они вот быстро форсируют. А одиночно гнездящиеся птицы, видите, они более в рискованном положении находятся. И, конечно же, если они это гнездо потеряют, соответственно, они будут вынуждены делать второе и могут, так сказать, таким образом лишиться в этот год, если и второе будет разрушено гнездо или по каким-то причинам нарушено их вот этот цикл. Это, конечно, не очень хорошо. Ну, если, так сказать, подытожить, могу сказать, что в этом году реально мы наблюдаем достаточно интересные, такие необычные, скажем так. Но я думаю, это только начало. У нас еще много чего интересного ждет в перспективе. Но относительно прилетов хочу сказать, я вам только про грачей заикнулся. Вот в этом году, например, тоже был уникальный случай в связи с этими теплыми, так сказать, деньками. Я, не верю своим глазам, еду как раз вот по дамбе и наблюдаю, как перелетает через, мой, так сказать, траекторию чайки. В этом году чайки прилетели практически вместе с грачами. Совершенно необычно тоже явление. Было тепло. Сейчас, понятное дело, они, конечно, тоже пытаются где-то на открытых водоемах как-то пережить, но это тоже достаточно интересно. Прилетели уже зяблики, прилетели овсянки, прилетели зеленушки. То есть первая волна, которая, так сказать, вот их, как правило, первую волну, подытоживает, под точку ставит скворцы. Скворцы, вот как только скворцы подлетят, все мы будем считать, что первый эшелон птиц у нас прибыл на место. Вот что касается скворцов, к сожалению, вот вынуждены констатировать, количество скворцов в городе Казани катастрофически сократилось не потому, что мы их преследуем, а просто по простой причине. Старые дупристые деревья мы с вами, к сожалению, убираем, когда чистим, скажем-то, территорию парков от старых деревьев, а гнезда, скворечники не вешаем, не вешаем. Гнездиться негде, поэтому пары скворцов вынуждены идти на периферию, где-то там на дачных поселках, где некоторые наши, так сказать, любители природы, спасибо им огромное, все-таки вывешивают это в скворечники. Ну вот в этом плане, конечно же, это жалко, потому что скворец своей песней, он всегда, ну так сказать, олицетворяет нам этот приход весны. Грачата мы видим, других птиц, может быть, меньше замечаем, а вот скворец, это действительно, это весна. Будем надеяться, что все будет своим чередом, и мы с вами на следующей неделе скворцов, возможно, и услышим. Спасибо. Спасибо большое. Можно так секундочку? Вот Ильгизар Ильясович, он обратил внимание на поведение грачей, по-моему, в городе и за пределами, так ли? Вот наши метеостанции Казань-Университет в центре города, это остров тепла, центр остров тепла. Температура здесь на один градус выше, чем на крайний город, там станция опорная есть по климатическим меркам, но тем более в городе еще больше перепад. Это первое. А второе, вот Ильгизар Ильясович подскажет, все-таки в штат гидропарагностических службок, кого, грачей еще надо водить? Как вы считаете? Ну вот я так понял, что не очень хорошо. Ну здесь, по всей видимости, нужно рассматривать в целом, то есть как осуществляется подлет эшелонов, перелет на птиц. То есть если мы видим, что, вот видите, я вот Чаек, например, в этом году не ожидал, это однозначно, все-таки они всегда были чуть-чуть попожее. Но тот набор видов, которые нам предвестниками весны являются, они, так сказать... И вы знаете, я понимаю, почему. Вот этот антициклон, который был у нас, он занимал, по сути дела, всю территорию России и Западной Европы, то есть обширнейший. И вот поэтому они оказались обманутыми. Да? Везде теплоустолы. Спасибо большое. Коллеги, вопросы? Если у кого-то есть, пожалуйста. Тогда те вопросы, которые накопились за Кельгизару Ильясовичу, задавали несколько вопросов, очень достаточно интересных с моей стороны. Первый, задавали коллеги, это то, что многие ученые считают, что изменение климата сказывается на популяции птиц. Численность многих грибочек на большое расстояние птиц в настоящее время сокращается очень быстро. К чему это вообще, в принципе, может привести? Действительно, наблюдения последних десятилетий показывают, действительно, климатические условия глобального характера, они влияют, естественно, на птиц. И мы такие примеры имеем. Это, в первую очередь, касается нескольких аспектов. Первое, то, что многие птицы перелетные перестают улетать на юг. Тем более, что мы сегодня от коллег слышали, даже количество дней, которые мы считаем, скажем так, классической зимой, это все меньше и меньше. А птицы в данном случае, полет ведь требует огромное количество энергии. Эту энергию надо беречь. Не всегда корм у тебя, так сказать, под клювами. Поэтому, конечно, птицы очень рационально относятся. И поэтому, когда есть возможность прокормиться и выдержать эту зиму в условиях, не отлетая, они это делают с большим, так сказать, удовольствием. И сейчас уже десятки, десятки видов птиц, которые не улетают на юг. В этом году, вот я тоже рассказывал вам, значит, может быть, кто-то уже слышал, в этом году, кроме грачей, мы уж грачи привыкли всю зиму видеть, то, что утки для нас уже всю зиму в Казани, ну, никого этим не удивишь. Даже, предположим, водоемы, которые, где остается буквально 3-4 квадратных метра открытой воды, и то этим они довольствуются. Плюс к этому в этом году было колоссальное количество, тысячи дроздов рябинников. Может быть, вы многие тоже заметили, они заметны птицы, они объедают эти ягоды и так далее. Вот, они составили достаточно жесткую конкуренцию для птиц, прилетающих к нам с севера. Это снегири и свиристели, которых практически мы всю зиму почти не видели. И вот только сейчас, вот и вчера мне поступила информация, фотография, например, подлетели в Казань целые стаи свиристели, а поскольку и на севере такие же перепады, там тоже, по всей видимости, осадки и какие-то изменения температурные, они свой отлет на север задержали, и как бы задержались у нас в пределах Среднего Поволжья. И поэтому у нас теперь получилось вот этот вот, ну, своеобразный, ну, как это образно назвать, винегрет. С одной стороны, виды, которые уже прилетели к нам с юга, перелетные, и с другой стороны, еще не улетели те виды, которые должны были уже улететь еще в конце февраля, в начале марта на север, те же самые свиристели, значит, чечетки, то есть там тоже несколько видов таких. То есть вот эти вещи, они являются, так сказать, показателями, что действительно состояние оседлости все большее количество видов, скажем так, заинтересовывает, и им это, так сказать, выгодно. Ну и, соответственно, по срокам прилета и прочее, вот эти вот смещения, они тоже, вот мы уже сегодня об этом говорили, они также связаны с климатическими какими-то изменениями. Игорь Михайлович, мы только говорили, мы и написали. В журнал такой есть, в гидрометологии образования, там большая статья, наша совместная, об увязке поведения птиц с климатическими изменениями. Так что вот кто-то интересуется, с картинкой там совсем такая. Да, вот Юрий Петрович напомнил, буквально еще небольшой нюанс, в этой же связи с потеплением. Сейчас мы еще наблюдаем, ну не сейчас, это уже на протяжении десятков лет, Многие южные виды птиц, которые ранее не встречались в нашем регионе, сейчас становятся вполне обычными и встречаются уже в пределах Татарстана. И таких случаев тоже очень много. Уже до Кировской области, до Кольского полуострова многие виды южные дошли. Это тоже предвестники того, что все-таки изменение сказывается на поведении птиц. Орнитолы безработные останутся. Спасибо большое. Я Марсель Бигбаев, канал эфира. Остальные волны прилета птиц. Какие птицы прилетят и примерные сроки? Там вторая, третья, четвертая, кажется. Во вторую волну, чтобы вы, так сказать, уже ждали, кто у нас будет, из тех птиц, которых, я надеюсь, вы все-таки заметите, это, например, ласточки, тресогуски. Это я называю те виды, которые и вам всем хорошо знакомы, и, соответственно, вы их можете распознать, даже не имея профессиональной подготовки ортологической. Самая последняя волна подлетит уже нам ближе к маю. Это несколько видов из тех, кого вы услышите и узнаете. Это соловей. Ну и, конечно, в числе самых последних подлетает стриж. В прошлом году мы тоже, когда интервью давали, вот в этом зале и так далее, я вам сказал, ждем прилета стрижей на 9 мая. Классические, средние сроки прилета стрижа именно вот где-то с 6 по 10 мая железно на протяжении уже многих десятилетий. Вот эти наблюдения мы ведем. Так что вот это будет последняя замыкающая третья волна. И в прошлом году как раз 9 мая началось лето. То есть переход через 15 градусов как раз в этот момент. Вопрос можно, да, Дим? Можно, да, вопрос? Да, пожалуйста. Хрил Шамиль, Татарный форум. Вот резко сокращение полетов воздушных судов над Россией. Я понимаю, что это положительно влияет, но все-таки могли бы Вы подробнее рассказать, как это влияет на климат? Резко сокращение полета воздушных судов над Россией, ну, по понятным причинам. Я понимаю, что положительно влияет на климат, но все-таки могли бы Вы подробнее объяснить, как это влияет? Какое-то влияние оказывает или не оказывает? Полеты судов имеется? Сокращение. Ну, вот есть позиция климата. Сейчас, я минуточку. У нас была недавно защита кандидатской диссертации. Она была, правда, мы ее, так сказать, не поприветствовали, а в Томске ее защитили. Как раз о полетах воздушных судов. Там все сделаны расчеты в том плане, сколько через нашу страну пролетает, вот как раз воздушных судов, наших, зарубежных и так далее. Сколько они выбрасывают примесей, вот с позиции как раз экологии. Ну, и пришли, собственно говоря, к такому мнению, ну, что пока вроде бы терпимо. Терпимо, имеется в виду, экологический баланс не так страшно, так сказать, нарушен из-за того, что, ну, сами посмотрите, это же воздушный океан, огромный, гигантский. Но, тем не менее, проблема эта поставлена, поставлена, вот, и ведется отследование. Понятное дело, что сейчас, а тем более там вредные примеси, вот сейчас, вот с этими известными событиями, то, конечно же, атмосфера будет более чистой, несомненно. И второй момент, я понимаю, может быть, к этому сейчас связано, ведь часто вот эти, имеет место как раз столкновение птиц с воздушными судами, особенно в районах аэропортов, это даже и, которые к катастрофе приводят, это имеет место, никуда от этого не уйти, вот. Так что, вот, будем полагать, что сейчас обстановка немножко будет это... Дайте ему время. Буквально пару слов. Действительно, полеты судов, выхлоп влияет на состояние озонного слоя. Однако, ну, не нужно забывать, что атмосфера общая, и трансграничный перенос воздушных масс не запретить, да, никакими барьерами, границами государств и так далее. Поэтому, это услуга не столько для нас и экологии России, как услуга для глобальной экологии в целом. Спасибо. Кстати, экология, скорее всего, даже ухудшится, так как им приходится облетать нашу огромную территорию, тем самым нанося больше экологический ущерб. Спасибо. Ну, я вот тоже в дополнение только скажу, что работы, как раз вот проводя соответствующие исследования на территории наших казанских, татарстанских аэропортов, а в частности, вот аэропорт Бугульма, аэропорт Бегишева, где вот мы проводили последние годы исследований, хочу сказать, что сама ситуация, в принципе, на территории этих аэропортов, к счастью нашему, она достаточно благоприятная. То есть, случаев и опасностей мы, во всяком случае, не видим. Вот таких вот реальных, потому что делается очень много для того, чтобы обезопасить, связанные вот с птицами и так далее. Ну, а отвечая на ваш вопрос, ну, однозначно можно предположить, будет меньше полетов, значит, будет меньше вероятности столкновений с птицами, и таким образом мы сохраним жизнь, в первую очередь, конечно, людей и, соответственно, и птиц. Спасибо большое. Вот тут есть вопрос, Илья Загрилович, как раз связанный с тем, что вы говорили с прилетом стрижей. Вот многие полагают, что вот сейчас, понятно, это не избежать, как бы, сноса старых зданий там и так далее, но вот они считают, что те здания, в которых в основном гнездились как бы стрижи, вот эти старые здания с проймами, их сейчас сносят, в новых зданиях вот этих пройм нету, то есть гнездование у них ухудшается. Может ли получиться так, что стрижи вообще покинут как бы вот какой-то там район? По поводу стрижей можно, в общем-то, не беспокоить, я хочу успокоить, что всё-таки ещё есть места, где птицы гнездятся, в частности, те же самые стрижи, но, например, вот поблизости вот с нашим территорией, где мы сейчас находимся, здесь как раз проспект Ибрагимова, там очень много зданий, где как раз стрижи успешно гнездятся. Другое дело, отвечая на ваш вопрос, дело в том, что город ведь как некая экологическая система, она достаточно динамичная, то есть, предположим, те, кто приезжает в Казань, предположим, через 10-5 лет, они видят вот эти изменения, происходящие в облике нашего города. Птицы тоже вынуждены приспосабливаться, если, предположим, сейчас у нас хрущёвки не строят и для ласточек не остаётся мест для гнездования, понятно, они что-то должны предпринимать, вот в данном случае, ну, например, колонии вот под нашим Ленинским мостом, она традиционно уже десятки лет поддерживается. Другое дело, вибрация постоянно вынуждает, так сказать, птиц строить и строить и строить, потому что гнёзда отваливаются, они вынуждены новые строить и так далее. Но вот мосты очень активно используются нашими тем же самыми ласточками. Что касается, например, чердачных этих самых помещений, да, которые были раньше доступны и для голубей, и для галок, воробьёв и так далее, сейчас, конечно, этого нет. Мы с вами всё это замуровали, у нас, соответственно, ещё комплекс мероприятий защитных, связанных с безопасностью, понятно, антитеррористические какие-то там мероприятия, противопожарные, ну и так далее. То есть это, конечно же, уменьшил доступ в эти помещения, в эти, так сказать, места птиц, понятное дело, они вынуждены что-то искать. Кстати, это стало одной из причин, например, уменьшения количества воробьёв. Я об этом тоже рассказывал вашим коллегам, домов воробья и того же самого голубя. Ну, например, сейчас увидеть воробья домового в черте города Казани, вы в основном видите полевого воробья. А вот домового вы вряд ли увидите, потому что количество его резко сократилось именно по этим причинам. Вот если вам будет интересно, вы можете сходить на московский рынок, вот там осталась уникальная коллекция, я уже рассекретил этот факт. Именно там мы вот наблюдаем домового воробья. А с голубями, вот скажите, может быть, вы ещё помните, и сами голуби практически в каждом дворе были в огромном количестве. Сейчас то, что мусоросборники, вот эта вот, так сказать, сортировка в соответствующих помещениях, это значительно уменьшило возможности и для гнездования, и для питания того же самого сизого голубя. Поэтому сказать, что они вымрут, мы не можем. Найдут какие-то другие альтернативы, то есть птицы тоже постоянно находятся вот в этом поиске, постоянно находятся в состоянии адаптации к новым изменяющим условиям. Поэтому будем смотреть и созерцать также и голубей, и стрижей, и соловьёв. Спасибо большое. Ещё вопросы, пожалуйста. Вопросов здесь нет. Да, спасибо. Тогда я всё-таки задам последний заключительный вопрос, визуально я сошёл вам, потому что действительно накопилось, мы вас в прошлый раз задали, и как бы я обещал своим коллегам, климат меняется, и многие из учёных говорят, что повышение температурных режимов сказалось на снижение активности в плане спарен, и вот они считают, что глобальное потепление может привести к исчезновению многих популяций и видов птиц, потому что потепление даже на один кратус негативно сказывается на активности спарен. Это есть такое? Ну, есть такие предположения, но я не думаю, собственно, не склонен, во всяком случае, думать, что вот происходящие сейчас события могут привести, даже если они произойдут достаточно резко, чтобы к уменьшению популяции некоторых видов птиц. Несомненно, я уже, может быть, повторяюсь, они реагируют, но такой вот опасности нет, потому что пока ещё у нас на нашей планете есть территории, где всё-таки есть ещё подходящие и пригодные для питания, для гнездования птиц условия, поэтому будем надеяться, что всё-таки пока мы смотрим на всё это с оптимизмом. Пару слов я бы хотел добавить. Знаете, почему правильно, поскольку клину затронули? То, что температурный фон повышается, это не страшно. Страшнее гораздо другие обстоятельства. Вот эти неустойчивые волны жары, волны холода и так далее. Вот волны жары, как раз они могут быть и препятствовать для развития природных процессов и так далее. То есть больше вреда принесут, конечно, участившиеся экстремальные события.